В принципе, они не особо. Единственное, то, что с QR-кодами сейчас, то, что пошло, вакцину еще не делали, но планируем делать, потому что в дальнейшем, я думаю, тяжело без этого будет. Потому что, ну, сейчас куда не зайдешь, уже требуют все деньги. А нормально отдыхать. Отдыхать мы уже пенсионный возраст, поэтому мы отдыхаем. Практически никак. Единственное, что рабочий день сократился. Говорят, что платить будут больше, так как это выходные дни. Мы также будем работать на работе, потому что будем пускать по QR-кодам, и все, нас не закрывают. Совершенно никак не отражаются. Ну как, ну я теперь должна сидеть дома, никуда я не могу выйти. Вы сказали, что с 30-го числа уже все, нельзя будет никуда выходить. Вот нам, вот допустим, мне 66 лет, 65 плюс, да? Все, я теперь должна сидеть дома. Почему? Я думаю, что на всех отразятся. Но нужно с пониманием отнестись. И, наверное, любые меры ограничительные скорее закончатся, если действительно будет вакцинация. Потому что я работаю в большом предприятии, и, ну, как бы у нас хорошая статистика, у нас прививаются люди. Вот. И мне кажется, просто нужно всем собраться, меньше ныть, пойти вакцинироваться, и спокойно, скоро сможем гулять, как раньше. Ну, ничего не меняется, как были, так и будем жить. Конечно, меняется. Меньше общаюсь с родными, близкими. Ну и на улице меньше появляюсь. Ну, особо нет. Прививку сделаю, и все хорошо, везде пускают. Только QR-код и паспорт свободно относить. Все. Не особо. Буду дальше продолжать работать и жить, как обычно. Ну, я как бы студент. Ну, просто не буду учиться, отдыхать, можно сказать. Ничего такого нет. Я думаю, что все это пройдет в скором времени, и думаю, это все будет легко. Нет, абсолютно не меняется. У меня учеба дистанционная, и с этого как бы это абсолютно не влияет. Абсолютно ничего. Я думаю. Это, в принципе, никак. Сделал QR-код и хожу, не парюсь. Сейчас будет сдать экзамен мне, и, наверное, буду работать. Ну, ничего не меняется, в принципе. Просто надо посидеть дома чуть-чуть, и все, чтобы встретить себя и свою семью.